салют дамы и господа здравствуйте мальчики и девочки у меня в руках клавиатура афо тэч которая выходит еще также под брендом blady ну данный бренд игровой в серии афо тэч и этой клавиатуре внимание обещанные самые быстрые клавиши в мире на вот основных в sd и все что все что вокруг них опти оптические оптические переключатели впервые вообще такое вижу системные требования работает под всеми версиями windows достаточно внушительная карабинция давайте сразу посмотрим что тут нам обещают я буду сейчас все вместе с вами открывать их сразу в первые впечатлениям рассказывать от клавиатуры а уж в клавиатурах я толк знаю как и я думаю что вы знаете толк потому что уже много лет практически у всех есть какая-никакая но клавиатура а выбор клавиатур стал огромен наверное еще с года 2004 где-то вот в это время рынок начал насыщаться различными такими брендами так ну что тут оптический переключатель вижу 22 оптопары каких-то видимо они вот как-то и срабатывают очень напоминает лично мне систему как в старых мышках где тоже 22 опту было оптопары если в этом какое-то что-то написано что самая быстрая в мире но и да то что от оптический переключатель щелк и переключился металлический громкий звук при нажатии металлические это они видимо имеют ввиду какие-то механические переключатели клавиатура не без механических переключателей опять же кроме вот этих оптических в которых в принципе механика но в общем говорят что очень быстро я проверять это не буду быстро или нет для меня обычная пленочная клавиатура имеет вполне достаточную скорость и так было всегда возможно ну я бы смог бы определить быстро или нет если бы играл в какие-то омега шутеры поэтому как написано так вам и говорю но сейчас мы включим попробуем как он вообще нажимается на 30 процентов быстрее срабатывания никаких двойных кликов вот это вот интересно а это понравится поддержка супер комбо это понравится наверняка различным мимош ником а вот прикольно что можно есть даже приложение у них в котором можно проверить там где вы где быстрее отклик вот это вот интересно это все ерунда по большому счету там оптика не оптика да может быть и быстрее но вот это вот интереснее двойная влагозащита вот дренаж это вот это это плюс это вот сто проценты плюс силиконовые клавиши это как плюс так и минус ну подсветка на любителя вообще кто смотрит на клавиатуру когда она работает но светится и светится если просто для интерьера когда вы отошли от компьютера она красиво советится наверное да если же ты играешь ночью в темной комнате я честно говоря не очень понимаю зачем там подсветка нужно она будет только отвлекать вот и вот эта вещь это вот классный мобильный держатель для мобильного телефона это вот да это вот то что что надо так сейчас я переверну и в общем посмотрели все что тут наобещали на коробке достали клавиатуру достали силиконовую подставку под правую руку вот че честно говоря не знаю нужна ли она здесь вообще как по мне так даже и не особо и так прекрасно лежит рука но если что можно вот закрутить сюда ее и будет вообще вот таким вот образом вообще мягкая великолепно в общем она есть довольно неплохо выполнен или резина или силикон очень мягкий на ощупь при приятное достаточно покрытием матово-черное такое вообще шнур ops тканевая плетки вот включая его и и раз шнур включен клавиатура засветилась засияла всеми цветами радуги подсветка есть включен ну блок или выключен соответственно caps lock и что-то еще скрол ну да все в общем то все в общем то есть так если вы не против я переверну коробку чтобы чтобы можно было лицезреть различные фичи до которые обещаны и проверять их тут же с вами так во первых влагозащита и все прочее снимаем клавишу клавишу клавиша прозрачная то есть насквозь видно снизу подсветка и вот он вот 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 она пленочная опять же действительно очень очень удобно соделана вверх идет шахта сверху опять же одевается сама клавиша если вы что-то на клавиатуру просыпали то ну ничего страшного не случится ну ну просыпали просыпали это все останется здесь можно все это выдуть и она будет как новенькая это круто потому что например вот моя стандартная клавиатура которая пользуюсь с четырнадцатого года это microsoft сюда очень много чего может засыпаться ну и вы видите вот и хоть протираешь и через время все опять остается там же где и было здесь такого не будет здесь просто продул и все чисто это плюс лично я так считаю место под мобильный телефон да тут прям под огромный мобильный телефон место я со своим телефоном просто вот он но с другой стороны можно целый большой какой-то телефон воткнуть там и будет все все окей держит держит металлическая металлическая классно классно то что металл здесь используется это реально круто так как здесь переключать подсветку f1 плюс f12 ну давайте точнее не 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 f1 а просто fn вот она клавиши f12 включить выключить ярче тише это ярче тише до меняется а тут меняется различные режимы медленнее я нет вот это ярче короче как-то тут что-то меняется фико разберешь как изменить цвет на какой-то другой не совсем не ясно подсветка вкл выкл это f12 регулировка регулировка яркости f вверх вниз а вот тут наверно вправо влево меняется цвет ну цвет сугубо ограничено что ли синий фиолетовый и зеленый а как же так как же другие цвета он же по идее нет других цветов нету вот и все друзья синий фиолетовый зеленый если есть другие цвета как-то включаются но извините сразу вот из коробки это непонятно также из плюсов то что клавиши просвечиваться на насквозь насквозь и сразу нанесены русские буквы для многих это важно потому что клавиатуры будь то механические не механические если брать где-то в китае русских букв не будет для меня например это не критично ровным счетом никак ну для многих это очень важно чтобы посмотреть было видно что где где какие буквы естественно буквы одного цвета они не не меняются они чисто чисто одного цвета как и английский но тем не менее выглядит очень приятно то что здесь металлический корпус лично меня очень радует это прямо огромное огромное количество плюсов к оценке этой клавиатуре в этом ценовом сегменте так скажем это очень-очень-очень данная сразу 6 баллов из 10 сугубо моя индивидуальная такая оценка вы можете свою написать в комментариях к этому видео но то что металл то что продувается легко чистить слегка то что если ты даже будешь что-то сверху прольешь то что она не зальет все это дело до максимально как-то защищена на это тоже огромный огромный плюс дальше также плюс прозрачности кнопок вот вот у нас уже где-то 8 баллов и набралось силиконовые кнопки по ощущениям сейчас я вам скажу попробую что-либо набрать по нажимать их вообще они громче работают чем пленочные явно явно громче как снять как снять бы их посмотреть что там внутри съемник это в комплекте нет сняли откажется легко все это дело снимается диод подсветки и сама оптическая клавиша приятненькая на ощупь ну вот примерно так же выглядит на на механических клавиатурах только гораздо громче звук интересно 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 так ну-ка опять же узкий высокий enter на любителя я люблю узкий длинный enter это опять же сугубо лично мое предпочтение клавиши немного матированы на ощупь очень приятные они достаточно высоко расположены и если вы думаете брать такую клавиатуру для набора текста то нет этого делать не стоит играться на такой клавиатуре да будет в радость набирать текст мне кажется многие уже отвыкли от высоких клавиш для набора текста я могу ошибаться это сугубо мое мнение но ли лично мне например лично мне какой-то когда высокие клавиши и у них ну не то что большой ход но просто они высокие мне не совсем комфортно о да классно бэкспейс широкий длинный это это безусловно плюс также плюс в том что здесь не стали изгаляться как бывает в разных клавиатурах игровых начинают какие-то дополнительные клавиши сюда засовывать вот этот блок начинают как-то меняет и здесь где-то впихивают какой-нибудь fn это ужасно здесь все без изменений стандартное расположение блок 1 блок 2 блок цифровой и блок и фенов по 4 группы расположен то есть это на и классическое расположение какое только возможно и вот это тоже классно и меня дико раздражает когда начинают вот что-то придумывать добавлять какие-то кнопки лично для меня это минус либо когда например урезают клавиатуру убирают вот этот блок сдвигают цифровую клавиатуру сюда а вот эти клавиши где-нибудь здесь располагают это тоже я не знаю зачем это делается может быть маркетологи пытаются что-то что-то намудрить но это совершенно неудобно в не в работе не тем более в игре для игры нужна клавиатура полноценная чтобы все клавиши были как говорится в классике и ничего не не менялось вот не надо никаких дополнительных штук либо если дополнительные штуки есть то они должны быть вынесены за границы основной клавиатуры например где-то здесь до блок может быть клавиш какой-то где-то но никак не затрагивать на всю эту основную часть абсолютно никак иначе иначе не очень хорошо довольно тяжелая давайте перевернем посмотрим здесь пластик ножки отодвигающиеся вот так вот да они тут еще с резиновым покрытием таким каким-то прорезиненным здесь тоже не скользящее покрытие но ножки мне кажется здесь будут лишние она и без ножек достаточно высоко находится но можно можно воткнуть вот здесь доступ к откручиванию видимо самой клавиатуры непосредственно еще блоком ну а где здесь стоки опять же непонятно но видимо вода туда не планирует затекать забегать ну вот алюминий обработан до достаточно просто то есть какой-то финишная обработки вот отсюда и не не видать если здесь он заматирован и классно выглядит то с внутренней части хотя кто там с внутренней части будет что рассматривать давайте наверное подводить итоги друзья нажатие приятное для игры это удобно для игры удобно говорю из своего опыта я еще с герконовых клавиатур все все это дело могу есть чем сравнивать есть как говорится что вспомнить как она чего сейчас мы наблюдаем опять же возвращение таких клавиатур и вот механические клавиатуры они выглядят как вот эта клавиатура хотя она пленочная но выглядит как механическая опять же с высокими клавишами и все такое прочее вот механические клавиатуры громкие эта клавиатура будет гораздо тише работать вот прям сильно 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 гораздо тише ну как обычная пленочная то есть если ночью где-то что-то то это будет тихо этот блок клавиш немножечко громче но все равно тише чем на механике механика прямо отчетливо клацает безусловно плюс или минус пленочных клавиатур против механических трудно сказать что лучше пленочная или механическая тут дело дело вкуса дело привычки и по началу когда вообще начали массово идти пленочные клавиатуры их также воспринимали например как сейчас воспринимают механические в то время все говорили да пленочная это что-то фигня какая-то скорее всего там бла-бла-бла вот но время и рыночек порешал и сейчас вот я работаю на пленочной клавиатуре в ус не дую и претензий у меня к ней никаких нет пробовал я механическую клавиатуру китайскую интересно но ночью она оказалась достаточно громкой это важно здесь этого нет тем не менее если хочется высота хочется четкость нажатия это очень приятно нажимается ну и тем более вот эти вот мега оптические супер быстрые клавиши наверное для игроков про игроков таких которые там в экшон щеки рубятся наверняка для них это будет кто что надо хотя мне кажется это маловато если вот не только вот этот блок был оптический но еще был бы оптически например shift оптический пробел control альт ну то есть потому что ты же не только эти кнопки жмешь ты еще и shift жмешь ты еще и control жмешь там надо тебе присесть там control жмешь потом вот этот блок но то есть больше больше нужно больше сюда оптики добавлять потому что ты же не только ВСД нажимаешь, ты их нажимаешь Вкупе с дополнительными клавишами Ну вот, ну понятно, что В основном это ВСД Там Р перезарядить, Е какое-то действие Кью, не знаю, там, гранату кинуть Ф ударить в морду Кулаком Вроде бы как основное Здесь, но кто-то Кто-то любит стелс, там Shift нажал и ползешь себе Вот Подсветка приятная Я, конечно, в начале вот Расстроился, что нет красного цвета Но по большому счету По большому счету он Так-то особо и не нужен Голубой, синий, зеленый Причем яркость регулируется, это очень важно Можно, вот эта вот минимальная яркость В принципе ночью этого будет Более чем достаточно Можно сделать максимальную яркость Можно вообще все это дело Выключить Я правильно нажимаю? Да, выключить Когда ты все это дело выключаешь, то Если ты умеешь печатать вслепую То тебе не напряг А так Букв практически не видно Потому что они не нанесены краской А просто пластик прозрачный Вплавлен в кнопки А с этой стороны это и минус Ну, а с другой стороны это плюс В том, что Эти Как бы эти буквы Они Никогда не сотрутся Не всегда Останутся на своих местах Как бы вы их не юзали Это не сотрется ни в коем разе Вот Собственно и все Что можно сказать по итогу Клавиатура приятная Надежность выше всяких похвал То, что она металлическая Я прям огромный плюс ставлю Тебе ее не носить Ты ее поставил на стол И замечательно А металл Это все-таки надежность Это хорошо Вот И тем более В пылу сражений Многие геймеры Могут стукнуть По клавиатуре И сломать А тут они скорее всего Руку себе сломают Потому что металлическая Верхняя пластина Хорошая Она даже не алюминиевая Она реально металлическая Вроде бы как Может и алюминиевая Хрен его знает Короче, но она мощная Она не тоненькая Она достаточно толстая То есть прям Все серьезно Плюс вот этот набалдажник Можно прикрутить И вообще Тогда будешь король битв Приятное нажатие клавиш Мне понравилось то, что Буквы сделаны в виде Прозрачного пластика Они просто наклеены Это очень круто Про то, что она оптическая Круто это или нет Это вообще без понятия Ну, хорошо, что есть Окей Для меня это не критично Ну, как бы фишка То, что расположение Стандартное Классическое Все как и должно быть Отдельно Цифровой блок Отдельно Средний Ну, в общем Все как надо Это тоже плюс В общем, клава хорошая Если вы игроман То брать можно Если вам больше Приходится все-таки Что-то печатать Набирать И вы используете ПК Для набора текста Например В большинстве случаев Лично я бы Посмотрел на что-то другое Но если играть То вот эта клавиатура Да Это то, что то, что надо Ну, как говорится Никто вам не запрещает Иметь две клавиатуры Одну для игры Вторую для набора текста Благо Сейчас это все Легко реализуемо На этом все, друзья Спасибо за внимание Ставим лайки Подписываемся на канал Приходим на стримы Ссылочки все в описании Обязательно перейдите Посмотрите Нажмите В общем Вся дополнительная информация Которая Может у вас возникнуть Вопросы Где что спросить У меня То это, конечно Разворачивайте описание Читайте Там все написано У микрофона был Олег Гром Спасибо за внимание До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok